Украинский выбор Украинский выбор Мы на 10 лет переходим в Рубикон, в котором Украина будет находиться в тяжелейшем экономическом положении. И это прежде всего кажется на простых людях. Виктор Медведчук абсолютно правильно говорит, что проходить такие Рубиконы хорошо, имея собственность, деньги, защиту финансовую. Но ведь в этот Рубикон тянут всех. При самых низких пенсиях и зарплатах на больших странах СНГ, или во всяком случае странах Таможенного союза, мы бросаемся в этот Рубикон. Более того, на последней программе у Шустера Порошенко проговорился, он сказал, что мы получим кредиты МВФ сразу после того, как подпишем соглашение, для того, чтобы как-то смягчить этот удар по населению. Но чем мы будем отдавать эти кредиты, кто знает, пойдет ли земля в залог за эти кредиты. Мало же это кто говорит и мало кто это знает. Конечно, людям простым очень сложно разобраться в ситуации с экономикой. Конечно, им невозможно объяснить, что 20 тысяч стандартов перевести на это украинскую экономику, это значит просто ее потерять. И эти 10 лет люди без работы куда пойдут, где они будут жить и чем они будут зарабатывать. Поэтому даже примеры, которые мы имеем сегодня, вот в Польше за несколько лет не осталось ни одной национальной торговой сети. Там торгуют французы, немцы, кто угодно, но не поляки. Мало кто говорит о том, чем заплатила уже Венгрия, которая внимательно изучает возможности подписания ТС. Никто практически не отреагировал из крупных СМИ на заявления чиновников Брюсселя после того, как Армения подписала соглашение с ТС. Ей сказали, что извините, теперь соглашение с ЕС вы подписывать не будете, потому что они взаимосключают друг друга. Значит, нам они говорят одно, на деле все происходит совершенно иначе. И поэтому мы не избежим серьезных потрясений. И я больше чем уверена, что власть и оппозиция, которые сегодня объединились в своих евроинтеграционных так называемых устремлениях, они постараются свалить вину происходящее на Россию, на кого угодно, но они не примут эту ответственность на себя. Потому что они уже сейчас не говорят, что, скажем, подписывая соглашение об ассоциации съезд, мы попадаем в группу не Франции, Германии и Англии. Мы попадаем в группу стран, которые такое соглашение подписали, но так и не стали членами ЕС. А кто это? Какие-то страны. Это Турция, это Египет, это Израиль, это все воюющие государства. Беженцы, которые будут после, если там, не дай бог, в Сирии конфликт будет. Где они будут? Мы, подписывая это соглашение, принимаем на себя солидарную ответственность за то, что будет происходить в Европе и, в частности, в этих государствах. И вот это всеми замалчивается. Все говорят о неком таком, я не знаю, мировоззренческом выборе, о каком-то ценностном выборе. Какие ценности? Ничего, кроме ювенальной юстиции и однополых браков, эти ценности сейчас собой не представляют для нас. У нас достаточно своих ценностей, которые нужно делать. Более того, меня категорически возмущает ситуация, при которой все законы, которые мы должны были принимать в пользу украинской экономики, сейчас называются евроинтеграционными. Они никакого отношения к европейской интеграции не имеют. Просто есть заманушка такая, по которой можно заставить себя прийти и работать в парламент, принимая законы, полезные для Украины. Почему это нельзя делать без вот этого вот, я даже не знаю, на гайке какой-то, я не знаю, как это назвать. Но это отсутствие самостоятельной политики внутренней. Это деградация интеллектуальная депутатского корпуса. Это позорище, когда нам для того, чтобы принимать законы в пользу Украины, нужно обязательно найти какую-то страшилку или там, или там. Поэтому вот сегодня проходит такое интересное мероприятие о всеукраинском референдуме. Но все понимают, что тот закон, который приняли, работает только тогда, когда хочет власть. Это то, о чем, опять же, говорит украинский выбор. Народная инициатива должна быть и иметь какую-то реализацию. Но сейчас она ее вообще не имеет, эта инициатива народная. И попробуем, мы поддерживаем эту идею, поэтому мы сегодня здесь, поэтому для нас это очень важно. Но мы понимаем бесперспективность, к сожалению, потому что народу нет объектина информации. И даже если бы сейчас проходил референдум между ТС и ЕС, конечно, голоса бы разделились 50 на 50, но это не отражает, вернее, это отражает только одно, отсутствие у людей объективной информации о том, в какой ситуации не откажутся уже в ближайшее время. Ваши прогнозы на сегодняшнее событие, чем все-таки все закончится? Ну, мы просто показали в этой ситуации, что мы солидарны с этой идеей. Я знаю, что коммунисты, и Петр Симоненко сделал радикальное заявление о том, что он готов распустить партию парламентскую, если соглашение ОС будет подписано. Честно говоря, я не верю, что партия пойдет на такой шаг, просто я в это не верю. Если они смогут это сделать, ну, я буду просто, как бы, считать, что не все еще в нашем политике, в нашей власти и оппозиции, не все еще утрачено. Но все равно это не перейдет к результатам. И если соглашение будет подписано, то я думаю, что референдум будет. Но уже другой и с другими последствиями. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торз bareнен. Дима Торзок Дима Торзок